Урбан. Программа о городских проектах. Урбан Мамедов, председатель ТСЖ ВПСК-1 здесь. Руслан, добрый день. Здравствуйте. Здесь у нас Сергей Исупов, директор управляющей компании ГОР. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. И мы ожидаем, что в студии сейчас появятся опаздывающие Светлана Кейкина и Анатолий Курбатов, активисты общества «Красивый Киров». А я, можно пока, ребята у нас опаздывают, я проанонсирую, что у нас в ВКонтакте в группе прикреплен еще опрос в шапке группы. Он звучит... Мы предлагаем, в общем, нашим читателям выбрать, как должна выглядеть мусорная площадка, если она должна закрываться на ключе. Там все с картинками. Несколько вариантов. Один вариант попроще, другой вариант чуть-чуть посложнее. И вариант тот, который есть сейчас. Это никто не понимает, о чем ты речь ведешь. Записывай давай, что у нас там, какие варианты предложены. Тот вариант, который попроще, он... То есть просто закрытая мусорная площадка, либо сеткой что-то типа рабицы, наверное, я не знаю, как это называется. Либо сплошной профнастил. Тот вариант, который посложнее, это вариант европейский, который мы посмотрели на улицах Берлина, а также в столице, в Москве. Это вариант, когда на поверхность выходит небольшая урна, а основная часть мусора расположена под землей. Соответственно, эта площадка автоматически выезжает, когда подъезжает специализированная техника. Мусор забирают, ну и, собственно, вот все вот так вот красиво и остается. И есть вариант оставить все как есть. Третье фото в нашем опросе оставить все как есть. Вот сейчас ВКонтакте голосуют следующим образом. Просто бюджетно огороженная, но закрывающаяся на ключ площадка. 52,5% голосуют за такую площадку. На втором фото это современный способ углубленной площадки подземной. Сверху только эстетичный контейнер или даже урна. За него голосуют уже 34,5%. И лишь 13% говорят, что нужно оставить все как есть. Но на самом деле, почему нужно оставить все как есть, мы обсуждали в первом часе, когда включали наш опрос на театральной площади. И я вам его перескажу на словах. Люди говорили, что, ну, во-первых, они не верят, что что-то может измениться. Во-вторых, когда мы предложили помечтать, как же вы хотите видеть, какой хотите видеть свою площадку контейнерную, выходя во двор, мечты были такие. Ну, накройте хотя бы деревянной крышечкой, а то собаки, значит, бегают. Кто-то говорит, ну, стоило бы переселить бомжей, которые у нас иногда спят прямо в контейнерах, очень неловко их тревожить. Третье говорят, ну, хотя бы обсадите, значит, зеленью, чтобы было более-менее эстетично. И никто не пытается помечтать о том, что это может быть какая-то совершенно современная площадка, выдвигающаяся из-под земли. Сомнения вызывают площадки, которые закрывались бы на ключ. Просто в ступор в людей вгоняет такое предложение. Даже представить себе не могут, что как-то по-другому. Основная проблема, почему люди против того, чтобы площадки закрывались на ключ, в том, что они считают, что те, кто идет мимо этой площадки, вот он привык туда мусор этот выбрасывать, площадка закрыта, что он сделает? Поставил рядом и пошел точно так же дальше. Основной вопрос, который мы сейчас задаем нашим слушателям, 211-101 номер телефона прямого эфира. Должны ли меняться контейнерные площадки, как и когда? Должны ли меняться, как и когда? Ну, мы не против, если вы делитесь своим опытом, как в первом часе происходило, как вы сами, люди сами оборудуют свои площадки, чтобы они выглядели поэстетичнее. Но начнем, пожалуй, с мнения Михаила Назарова, председателя ТСЖ «АвиТек». Мы с ним пообщались накануне. Вот что он говорит. Мусор выносят где, куда им удобно. Он пошел на работу, а у него по пути, по дороге идет, у него стоит контейнер рядом с соседнего дома. Он не пойдет свой выкидывать, понимаете? Вот контейнер и площадка. Он пришел. Ага, закрыто. Ну и что, он понесет обратно в другое место, что ли? Он не понесет никогда. Это тут же бросит пакет, и потом этот пакет будет валяться тут сутки-двое. Никто его убирать не будет. Это нужно садиться за стол переговоров с соседем по домам, предприятие, которое находится, у которого контейнера нет. Надо все согласовывать, все, садиться и какое-то соглашение подписывать, что вот, да, вы бросаете туда, все, пожалуйста. Но и надо тогда упорядочить, сколько нужно контейнеров уже определяться. Не все смогут, председатели, это решить. Кто-то будет говорить, это мое, это не мое, это моя земля, это вы носите споры. К этому нужно подключать, я думаю, отдел по благоустройству территориальных управлений, чтобы мастер приходил и как-то вот находил с ними общий язык. То есть тут Михаил А. выразил свое мнение по поводу площадок, закрывающихся на ключ, и Б. предложил вариант, который, на его взгляд, будет работать. Ну вот долго, на самом деле, с Михаилом разговаривали. У него тоже было такое ощущение, что ничего измениться не может совершенно. Но потом все-таки продвинулись вот в этом обсуждении и рассуждении. Давайте мы с вами начнем с того же, с чего начали с нашими гостями в первом часе. А там у нас были представители строительных компаний, «Железная» и «Маяковская», и был представитель «САХА», которые и спорили, и о чем-то договорились. В частности, Михаил Шихов с Юрием Захаровым договорились, что первую такую площадку, современную, закрывающуюся, хорошо обустроенную, они начнут воплощать в «Елке-парке». Но при этом Захаров все наставил на том, чтобы вот такие углубленные площадки, перед вами сейчас стоит, мы показали нашим слушателям и зрителям ВКонтакте, эту площадку нет, вот такая круглая площадка, заглубленная, где основной мусор под землей, можно тоже устанавливать, если будет принято муниципалитетом такое решение, и в массовом порядке они будут устанавливаться. То есть это должно быть сделано во всем городе? Да, САХ сказал, что тогда и технику можно закупить, и это будет выгодно экономически. Но давайте мы сейчас обратимся к тому, как выглядят ваши площадки-контейнеры в ваших дворах, которые вы обслуживаете, или заказчиком которых вы являетесь. Начнем с Руслана Мамедова. Что у вас во дворе, там, где ТСЖ, ВПСК-1? Ну, во-первых, всем здрасте. Конечно, самое удивительное, что впервые меня на студию «Эхо Москвы» пригласили как председателя, как управдома. Я сразу вспоминаю слова Ильфа и Петрова, что пора переквалифицироваться в управдома. Какие мы только здесь темы замечательно не поднимали и с детьми общались. Но вот впервые, уж коль скоро я пришел, тогда, пожалуй, я действительно расскажу о своем опыте. Так уж получилось, что пять лет назад, вот я в своем одноподъездном доме на Орловской, 14, ну, стал председателем ТСЖ, ВПСК-1. И, безусловно, в первую очередь мы начали с благоустройства территории. Ну, понятно, что там вырубили деревья, это был целый проект тяжелый, так сказать, и асфальт положили, и там еще много чего сделали, дорожки сделали. Но, безусловно, дальше мы стали продвигаться и пришли уже к, скажем, такому спорному участку. Потому что дело в том, что вот эти контейнеры, которые стоят мусорные, они ведь принадлежат не только нашему дому, а трем домоуправления, потому что у нас двор традиционно, и там есть вот такая пятиэтажка, девятиэтажный дом афганский. Мы находимся, чтобы слушатели понимали, во дворе бывшего магазина «Континент». Так вот, даже когда этот магазин «Континент» был, а вы понимаете, что такое магазин, это куча коробок, куча всего и такого, и такого, мы, конечно, не испытывали, надо признаться, вот я сейчас удивлен, и два дня уже погружаюсь в этот вопрос и вижу, что на самом деле здесь есть точки проблемные. Потому что либо нам как-то повезло, либо как-то все у нас так случилось миролюбиво, и последовательно, и перманентно, и как-то так хорошо все получилось, но мы, в принципе, никогда не испытывали каких-то таких мусорных глобальных завалов, чего-то какого-то неудобства, каких-то крыс и всего такого, даже в бытность магазина «Континент». Это первое. И понятно, что когда я стал председателем ТСЖ, мне и группе товарищей просто неприятно было выходить к этим мусорным бакам. Они были скверно совершенно обустроены, там какие-то были решетки, все это болталось, валялось и так далее, и так далее. И я пришел в свою обслуживающую организацию. Это апрель. У нас нет управляющей компании, у нас есть обслуживающая организация «Апрель ЖЭУ». Надо сказать, у нас с ними просто потрясающие отношения, никогда ни одной проблемы не было. И я изложил. Я просто сказал, ребята, пришло время нам обустроить места сбора мусора. И на что мне, так сказать, из апреля дали консультацию по нормативам определенным, там 20 метров, 100 метров, уже это обсуждали и так далее. 25 минимум. Да. У нас все это, слава богу, выдержано было на той площадке, на которой, так сказать, это и находилось. Мы сделали самым, наверное, таким примитивным образом, но облагородили как могли. Поставили, соответственно, профнастил с четырех сторон. И на сегодняшний день на себя все хлопоты по финансированию взяло ЖЭУ «Апрель». Другой вопрос, что сегодня я, кстати, позвонил им, это уже три года назад, они нам выписали, так сказать, по записке сумму, мы оплатили, все по договору, все сделали. На самом деле, очень все красиво, все замечательно, все чистенько, уютно. Но я им задал вопрос, ребята, а как вы с другими управляющими компаниями, которые отвечают за другие дома, разберетесь? Они сказали, это наши проблемы. Так вот, сегодня я позвонил и хочу сказать, что диалога нет. Вот они отдали там, я не помню, то ли 15, то ли 18 тысяч рублей. Мы это обустроили, все в счастье, все пользуются этим делом, да. Но так получилось, что наш двор, наш дом оплатил вот эту историю. За всех? Да, за всех. И вот у них как-то между друг другом диалога нет. Хотя наш «Апрель» уже направил туда счета и просто написал, «Ребята, вот мы это сделали, давайте консолидированно поделим это все на троих». Эти дома тоже пользуются вашей площадкой? Да, конечно. Тоже пользуются вашей площадкой? Сколько контейнеров у вас там стоит? Четыре контейнера. Они пластиковые, металлические? Они металлические и даже с попыткой разграничить по видам мусора. Ну вот это старые контейнеры «Саховские», которые когда-то много-много лет назад «Сах» ставил, когда пытался запустить вот эту программу по раздельному сбору мусора. Не очень современно, надо сказать, контейнеры. Это почему-то не очень идет. И даже вот лично я как-то не совсем пока… Ну мы понимаем. Да давайте отложим эту тему по раздельному сбору, потому что она очень глубокая и много чего говорит. Мы сейчас просто поговорим, как это визуально выглядит, достаточно ли контейнеров, скидывает ли туда мусор, свалки образуются ли, да, и что можно… А чего хотелось бы на самом деле, да, чего хотелось бы? Ну вот так выглядит площадка в дворе вашего дома, мы уже поняли. Давайте перейдем к управляющей компании, которой возглавляет Сергей, да, УК «Город». Как ваши контейнерные площадки выглядят? Ну, контейнерные площадки выглядят по-разному, на самом деле, в разных домах, потому что… Почему? Почему зависит это нижний вид? На самом деле зависит это от того, что дома приходят к нам от других управляющих компаний, ни в каком состоянии есть контейнерные площадки, так же точно мы разговариваем с собственниками, потому что, по сути, управляющие компании обязаны делать работы по желанию собственника. Сейчас должны прерваться на полминуты и продолжим. И хотелось бы, чтобы вы отметили еще, в каком состоянии основания этих площадок, есть ли озеленение, есть ли закрывающиеся площадки, через полминуты. Урбан. Программа о городских проектах. Как правильно делать контейнерные площадки для мусора? Мы отталкиваемся от, во-первых, того, что сказал Илья Вячеславович Шульгинк в нашей прошлой программе «Урбан», когда мы обсуждали, стоит ли запирать площадки на ключ. Он сказал, что вполне такую историю надо реализовать, потому что нужно отсекать тех, кто не платит за мусор. А, напоминаю, в первом часе было сказано, что из 70 тысяч юридических лиц, индивидуальных предпринимателей только 6 тысяч договоров на вывоз мусора существует. 6 из 70. Остальные 64 не платят тысячи, а сваливают мусор на нашей с вами контейнерной площадке. Во-вторых, мы обсуждали, что мы же будем платить с 1 января 156 рублей, ну, примерно. Это максимальная сумма. Максимальный в Кирове за вывоз мусора. И задаемся вопросом. 1 января наступит, мы начнем платить. А сегодня сколько у нас? 40 примерно. Ну, она там включена в состав другого. А будем 156. Ну, примерно вот так. В три раза практически. Больше даже, да? В четыре. Больше получается, да. И хотелось бы понять, вот я выхожу в январе, в феврале, да даже в марте начинаю уже платить. Я хочу увидеть существенные изменения уже во дворе. И вот мы мечтаем, какие существенные изменения мы бы хотели увидеть. Какие площадки есть? Вы все ознакомились. Вот фотографии у нас лежат. Слушатели мы тоже ознакомили и описали словами, и показали ВКонтакте. У нас трансляция ВКонтакте есть. Заходите, смотрите на нас, на всех. И сейчас мы, опять же, разбираем, какие мусорные площадки сейчас существуют во дворах. Управляющая компания «Город» говорит, что такие площадки, какие получают от других управляющих компаний, они разные, да? Конечно, они разные, в разном состоянии находятся. Ну, самое распространенное, конечно, это огороженное профнастило. Да, закрывающихся площадок у нас пока нет, но вот на сегодняшний момент на одном из домов как раз переносим. У нас есть проект переноса контейнерной площадки. Вот, и я думаю, что она, возможно, будет закрывающейся, потому что сейчас у нас период согласования идет и с собственниками. Зачем? В смысле зачем? Как возник такой вопрос? Возник такой вопрос, как раз вот мы уже, скажем так, был у нас репортаж от представителей ТСЖ, который говорит, что несут с других домов. Просто, да, потому что контейнерную площадку на сегодняшний момент, ну, пока, скажем так, перенесли на временное место, да, и на старое место просто с других домов люди несут хлам, потому что они привыкли. Это вы сами, вот вы, прости, говорите. И как люди отнеслись к предложению? Нет, люди отнеслись к предложению положительно, просто у нас дело в том, что общий земельный участок с техникум, да, с железнодорожным, и, соответственно, сегодняшний момент у нас пока мы с руководством техникум не согласовали место расположения. В основном, в принципе, люди за то, чтобы, скажем, отгородиться от всех остальных. А вы прям проводили какую-то работу? Потому что мы пока, вот, не знаю, наверное, 9 из 10 против, из тех людей, которые встретились с нам. И согласно опросу первоисточника то же самое. Там опрос неделю проводился на сайте первоисточник. 90% людей против того, что площадки запирались. Основной мотив будут сваливать рядом. Все равно. Ну, это ведь, наверное, так и есть, по большому счету. Хотя бы первое время так и было. Смотрите, тут ситуация-то, на самом деле, очень простая. В нашем случае, там, очень у нас хороший совет дома, рабочий, как бы, да, и люди, собственниками работают достаточно хорошо. Вот, поэтому я не исключаю тот факт, что будет контейнерная площадка, запирающаясь. То, что мы, говорю, сейчас согласуем этот вопрос. Вот, опять же, очень важно, кто живет в этом доме, да? Какой совет дома, какой председатель ТСЖ, насколько они активны. А еще такой момент. Вот вы, как представитель управляющей компании, готовы перетерпеть вот этот вот момент, когда люди будут оставлять рядом с закрытой площадкой свои пакеты мусорные. С ними же все равно придется что-то делать. Ну, на сегодняшний момент ведь все так и происходит. Вы вам что, запирается или не запирается? Да, в любом случае, запирается или нет, люди несут мусор. И хорошо, если они просто хотя бы даже донесли свой мусор до контейнерной площадки, потому что бывает, что люди... Уже хорошо, да? Да, 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 на самом деле, потому что в местах общего пользования зачастую люди оставляют мусор, который там по какой-то причине может быть им и ленью вынести вот это все. У Светланы Кейкиной есть хороший опыт работы с жителями домов, которые прилегают к сверху на Менделеево, а там тоже вопрос о мусорной площадке в итоге встал. Что говорили люди и что вы им предлагали? У нас вопрос, потому что домов много, и у каждого своя управляющая компания, у каждого свое мнение, где она должна находиться. Вот, теоруправление имеет свое мнение, где она должна находиться. Сквера, она нужна вообще в другом месте. Чтобы эстетический вид не портит. Да, вот, поэтому и каждый кричит, нет, только не сюда, вот, и договориться пока невозможно. Ну, может быть, потому что мы вот так вот не встретились и не договорились. Ну, был опыт, на самом деле, прямо там на месте в прошлом году, когда я при всех активистах, которые были на сквере Менделеева, звонила САХу и звонила управляющей компании и говорила о том, а готовы ли вы эстетический вид площадки изменить? Во-первых, спасибо вам, что вы разгребли там свалку, там была большая свалка, там были кусты. Во-вторых, если ее перевести невозможно, то можно ли эстетический вид изменить? Управляющая компания сказала, мы обеими руками за, САХ сказал, мы готовы. Вот, и мы как раз хотели сделать с озеленением, так как мы этим, в общем-то, занимаемся, чтобы была зеленая крыша, чтобы были деревянные решеточки, по которым будут виться растения. Вот, мы не хотим профнастил, сейчас у нас профнастил, но не хватает там одной секции, в общем-то, выглядит все. Вот, а если бы у нас там все было обрешочено, растения обросли, может быть, был бы и запах другой, был бы и красивее, и не хотелось бы там насырить-то еще. Но что касается профнастила, история следующая. Мне пояснил Михаил Шихов, который был в первом у нас часе. Площадка мусорная должна продуваться, она не должна закрываться наглухо, профнастилом ни в коем случае, иначе будет запах, иначе скопление мух и прочая история. Вот это вот железно, что было сказано, что такого быть не должно. С другой стороны, насчет любого вида площадок, которые будет принято решение проектировать и делать в городе, САХ сказал, если это будет массово, будет принято решение на уровне муниципалитета, то это будет выгодно, в том числе и обслуживающей компании, потому что раз массовое количество контейнеров там меняется, даже вот на заглубленные, которые я сейчас вам показывала, да, эстетичные такие, то это будет выгодно на самом деле. Ну и третий вопрос, еще раз я к этому возвращаюсь, мы будем платить больше. Раз, и у нас есть потенциал в виде 60 тысяч неплательщиков юридических лиц. Два. И вот если мы это учтем, если пойдет такая работа, то какими площадками вы бы удовлетворились, как бы вы хотели, чтобы они выглядели в наших дворах? Руслан. Вы знаете, честно вам скажу, что в том балансе нашей окружающей среды в нашем дворе и вот отдельно взятых, так сказать, мусорных бачков, на сегодня мы находимся где-то вот в коридоре такого равновесия. То есть ничего нас не смущает, ничего не вырывает, так сказать, наш взгляд, ничего людей не мучает, разве что, наверное, только бы, может быть, еще бы какую-то крышу сделали, потому что зимой или когда дождь большой заливает, это все возможно. Но крыши тоже нужно делать правильно, потому что их срывают периодически, когда ураганы, я даже слышал, что вот в Москве, когда был ураган, чуть ли не как раз вот не мусорная конструкция стала причиной, так сказать, гибели каких-то детей. Вот это тоже надо правильно сделать. Я вам скажу честно, года два или три назад, будучи в Екатеринбурге, ну, я уже тогда был председателем ТСЖ, я увидел вот так очень элегантно оформленную, да, такую, причем она сферическая была, чтобы с нее скатывался снег в другую сторону. Мне очень понравилось на самом деле, но тоже не было закрыто, не было закрыто на ключ. Но с другой стороны, вся территория была, конечно, обнесена, это кондоминиум такой интересный. Вот я честно скажу, с такой проблемой не сталкивался, но на слух света действительно проблема очень большая. А нельзя ли какими-то административными инструментами заставить юридические лица заключать эти договора? Давайте у управляющих компаний спросим, что вы думаете по поводу этого вопроса, раз уж мы заговорили о неплательщиках. Ну, это действительно большая проблема. На сегодняшний момент согласен, что у многих юридических лиц договоров не заключено. Как их заключить? Ну, я думаю, что есть у нас контролирующие органы, есть прокуратура, есть администрация города. В принципе, доступ есть свободный в налоговой инспекции, кто зарегистрировал нас в качестве юридических лиц. И проверить наличие договоров у них, я думаю, не станет проблем, совершенно никаких. Мне просто кажется, что это все очень долго, и с учетом работы вот этой бюрократической машины это может растянуться, мне кажется, на годы. Тут, возможно, проверки этих юридических лиц, то есть кто заключил договор, а кто не заключил. Почему это долго? Есть САХ, есть Куприт и другие обслуживающие компании, у которых есть перечень договоров. Я уверена, еще нужно будет выяснить, это юридическое лицо, оно реально существует или оно просто зарегистрировано? У нас электронные базы. Вот это налоговое вместе с администрацией и вместе с обслуживающей компанией сверяют данные, принимают решение проработки этого вопроса за год. Это уже механика, понятно, что и Дарья говорит действительно правильно, это ни днем, ни одним. Мне кажется, нужно встречаться лично, вот как предлагал Назаров, то есть нужно встречаться домами, соседями и теми юридическими лицами, которые вот тут вот вокруг вас садятся за стол переговоров. Извините, пожалуйста, должна быть, сейчас скажу такой термин, синергия. Приятно я ввернул, да? Мы знаем, что это такое. Надо и такими, и такими, и такими способами делать. Понятно, что это должна быть краткосрочная перспектива, среднесрочная. Ну и не забывайте, что вы свои пять копеек сегодняшней программы вносите и в воспитание в первую очередь социума как такового, понимаете? Если у нас вот в нашем сегодняшнем современном русском вятском человеке спокойно уживается, так сказать, до обеда он поборник справедливости, а после обеда он пьяное быдло на машине, простите меня, даже с погонами, я вам скажу просто как практик. У меня одноподъездный дом, и я вам честно скажу, что все проблемы по благоустройству территории, по договорам с обслуживающими организациями, действительно это муторно, это тяжело, это по времени, но это понятен этот алгоритм в нашей современной советской действительности, постсоветской, извините, да, но я никак не понимал первые несколько лет, как общаться с людьми. Интеллигентные люди с высшим образованием, там, сказать, есть военнослужащие, есть и все, вы понимаете? То есть это действительно каждой твари по паре, такой маленький ковчег, такой срез нашего социального совершенно, так сказать, общества, когда вот поставь контейнер практически у него дома, он все равно вывалит его в подъезд за дверь. И у меня были такие истории, когда мне просто один раз надоело смотреть, что на одном и том же месте появлялись мусорные штучки. Я тогда учился на втором курсе юридической академии, я взял перчатки, и знаете, было у меня примерно так, пубум, пубум, я взял этот мешочек, заткнув нос, я достал это все, я нашел чек, я увидел на этом чеке в континенте оплаченный товар, я увидел, что это Хлынов банк, я позвонил своим друзьям в Хлынов банк, я узнал, кто этот человек, это был молодой человек, я пришел с этим мусором и имел долгий разговор, хочу вам сказать, в присутствии дедушки и бабушки, родители, мы его журили. Получилось? Получилось, но я хочу сказать, что в будущем у этого человека очень непростая судьба, он имел очень сложную историю, хочу вам сказать, и был связан с очень серьезным преступлением, поэтому одно с другим тоже связано. То есть все начиналось с мусора? Ребят, все начинает с этого, поэтому вот воспитательный элемент, поэтому мне кажется, кто захочет проэкспериментировать с замками, не хай, как у нас говорят, мы посмотрим, мы поглядим, потому что это только практика покажет, правда, и вот Юра, если Захаров пойдет на это, замечательно, я думаю, эту практику нужно популяризировать, показывать, административные меры, пусть туда же, и, конечно же, воспитательные, ребята. Вот эти три составляющие, это нужно прям вот заниматься, и тогда, дай бог, через два, через три, через четыре года, может быть, что-то, так сказать, в этой ситуации повернется, и наказывать, разумеется. Ну, я не буду, наверное, оригинален, если я расскажу такой пример с вот этими ремнями безопасности, когда там за год или за полтора людей. Сделали, все правильно, две минуты перерыва, 211-101, номер телефона прямого эфира, пожалуйста, звоните, подключайтесь к нашей беседе. Как правильно делать контейнерные площадки для мусора, кто готов это делать, за какие деньги, готовы ли мы вообще воспринять этот новый опыт, какой опыт нам нравится, мы тут уже в перерыве делились, и те, кто смотрит нас в нашей группе ВКонтакте Хакирова, тот слышал, что озвучивал наш гость, Сергей Исупов, директор управляющих компаний Город, финский опыт очень понравился, но мы о нем расскажем, попросим вас рассказать чуть попозже, примем звонок от слушателя. Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Как вас зовут? Александр Борисович Смирнов, ТСЖ Молодежный. Так. Я хотел поднять вопрос, вот, ну, Руслан здесь говорит, что прекрасные контейнера, ну, далеко не прекрасные у них контейнера, не пластиковые. У нас вопрос решен, допустим, был, по пластиковым контейнерам у нас все было прекрасно, но сейчас проблема-то надвигается вот какая. С 1 января 2019 года будет региональный оператор, и каждый житель должен будет платить каждого члена своей семьи за ТБО. Многократно возрастают тарифы, и что надвигается? Вот раз с него будут автоматически вычитать деньги, он и говорит, этот производитель отходов, я буду кидать туда, куда мне удобнее, на любую площадку. То есть вы замки поставите, он все равно здесь пойдет и поставит свой пакетик рядом. Поставить постовых около этих контейнерных площадок невозможно. Вопрос-то идет в том, что сейчас должен Куприд и областное министерство решить вопрос, как будет функционировать вообще сбор ТБО по городу Кирова. Там ведь все, революция по внешнейшей идет. И мы об этом, и мы об этом, да. Вот и я об этом. Пока надо сейчас решать, есть такие проблемы. Вот у нас частные дома на микрооргиве. Есть владелец, который приезжает на выходные. Есть владелец, который имеет дом, но у него не прописаны, живут там пять человек. Как будут собирать здесь? С одного владельца, который не живет, или с одного, в котором в доме пять жильцов живет и бусра, соответственно, производит в большом количестве. То есть эти вопросы вот до сих пор правительство Кировской области не решило. А вот проблема в этом, дело не в замках. Ну, потом будут подметать все и делать. То есть у нас вот сейчас нет ни одного курочка, ничего. А вот надвигается такая пора, что переполнены контейнеры. Платить, вот для примера скажу, в прошлом году мы платили за 52 контейнера 13 тысяч рублей в месяц. Сейчас мы платим в первом полугодии 19,5. С 1 июля будем платить 36 тысяч. И к нам приносят еще с соседних улиц. Понимаете? Видеокамеры не помогают. Только постовой, значит, винтовка, видимо, и прочее. Но это не выход. Проблема-то в этом зарыта. Спасибо. Спасибо, ТСЖ Молодежная. Для зрителей ВКонтакте резюмирую то, что сказал слушатель, наш представитель ТСЖ Молодежная. То есть вопрос больше, наверное, соответствия денег и услуг, которые мы за эти деньги получаем. То есть считает, что люди, когда начнут платить больше, скажут, что вот я плачу свои деньги и выбрасываю этот мусор из окна. Значит, это еще раз подчеркивает... Спасибо, во-первых, за информацию по тарифам и деньгам. Сколько стоит контейнер. Это очень хорошо. Во-вторых, опять же, это то, о чем говорили наши гости. Это работа с населением, простите за этот термин, так и есть. И это работа над сознательностью, да, и это работа с активами домов и вообще гражданской ответственностью какой-то. Я, конечно, очень извиняюсь, но я не понял, а что он имел за наши контейнеры? Чтобы ваши контейнеры, что ваши контейнеры металлические или пластиковые? Да, у них более современные контейнеры пластиковые. А, так они нас устраивают? Какие проблемы? Вот. Ну, есть чем гордиться, видимо, ТСЖ Молодежной новыми контейнерами. Светлана, вы что-то хотели сказать? У меня опыт «Вятка без мусора», и одна из основателей, Настя, она в Великорецком, в своем селе, у них же все заплатно, и они снизили свои расходы за счет сортировки. Но она ходила и ходила по соседям, и объясняла, и собирала сама. Но пока они за счет этого, за счет сортировки снизили, то есть как компактно, как меньше потреблять. То есть вот это просвидетельство, они реально снизили свои расходы. Вот это, знаете, хороший вопрос, раз уж мы до этого дошли, все-таки, да, работа с ментальностью. В прошлый год, вы помните, какой у нас был в стране? Экология. Год экологии. В этом году какой у нас год? Волонтеров. Добровольничество. Как там? Добровольничество, да, Руслан? Я вспоминаю, что Михаил Волонтера для меня, знаменитого артиста Молдовского. Год того, сего пятого и десятого. Вот мы с добровольцами говорили и в прошлом году, когда, помните, целый штат, там больше полусотни добровольных инспекторов экологических. Чем они занимались целый год? Не знаю. Сейчас год добровольничества, на что он направлен? Тоже непонятно. Для галочки какие-то ресурсные центры отмечают. А чем они занимаются, не ясно. Сейчас в Доме молодежи ресурсный центр создали тоже. Какие задачи поставлены? Что будет делать, не ясно. Ну, у вас большая мусорная реформа, грандиозная, да, с какими-то там повышениями тарифов многократными. Поднимаются вопросы всякие разные. Вот тут слово синергия, которое произнес уже Руслан, оно должно работать на этот проект. То есть если у вас есть вот эти все года, если вы туда вкладываете деньги, в том числе и пропагандистские, ведь Руслан, сколько денег на социальную выходит рекламу, когда нас обзывают год таких-то. У меня сейчас креативное вообще возникло. Вместе их соберите. Знаете, я Шарли Эбдо, я то-то, то-то. Можно сказать, я мусор. Вот, кто-то может такие же, кто-то победит занят. Мы обещали Сергею слово дать. Про Финляндию. Ну, давайте начнем, наверное, не с Финляндии, а вот как раз с Великорецкого. На самом деле... Да, это поближе. Активизм и просветительство. Кстати, скоро туда. Пойдем и посмотрим, что это происходит. Наверное, не совсем так. А мы за вами пойдем и посмотрим. Да, хотел обратить внимание на сортировку мусора. На самом деле это актуально, когда есть завод по переработке мусора. Понимаете, в чем вопрос? В принципе, и в Финляндии такой пример-то возник. Потому что то, что сортироваться у них, скажем так, у торговых центров, это все напрямую идет на заводу. Да, чтобы этот мусор можно было переработать. И тогда получается, что они устраивают бесплатные, скажем, контейнерные площадки у торговых центров за счет того, что это все идет напрямую на завод, и завод уже фактически перерабатывает, и какую-то выгоду для себя извлекает из этого. Вот зрители и слушатели ВКонтакте услышали, как вы описали финский опыт, а слушатели, кто нас по радио слушает и на сайте, нет. Так вот, в Финляндии, вы говорили, что в торговых центрах бесплатно собирается мусор. Да, возле торговых центров обустроены контейнерные площадки, на которых мусор принимается бесплатно. Вот и все, и поэтому... Но сортированный. Конечно, фактически. И там специальный человек стоит, который это контролирует, кто куда там бросился. Бросил он не туда, он, соответственно, переложил этот мусор. Кстати, к нам тоже какие-то люди приходят, постоянно сортируют. Мы знаем этих людей. Неприятные люди, но они очень технично это делают. Вот Иона сказал в первом часе наш слушатель, которого мы записывали, он сказал, что у них тоже такие есть люди, они очень приятные, интеллигентные, когда они спят в контейнерах, а жители складывают пакетики рядом, чтобы не мешать сну этих людей. Все-таки я думаю, что в Финляндии люди немножко другие. Они за это получают даже зарплату какую-то. А смысл разговаривать сейчас про Финляндию? У нас, в общем-то, реальности надо как-то здесь, да? Так, все, хорошо. Мы понимаем, поэтому мы берем очень узкую историю. Мы сейчас не говорим с вами о сортировке, мы не говорим о перерабатывающих заводах. Это не тема нашей сегодняшней программы. Мы, естественно, будем об этом говорить в следующих. А вот как идеальная площадка, и учитывая все, что мы сегодня вам сказали, все данные, которые всплыли, которые озвучили наши слушатели и спикеры, ваши предложения конкретные, что нужно сделать в Кирове или не нужно делать ничего? Пусть все течет как есть. Светлана? Я все равно за то, что нужно на контейнерах писать, что туда складывается, и очень подробно. То есть, принцип от дурака. То есть, вот картон, то вот какой с примерами? Вот. Если пластик, то какой с примерами? Вот мы в сквере будем делать так. То есть, мы будем борды небольшие делать, чтобы это было. Опиши, что вы будете делать на площадке конкретно. Какая идеальная площадка у сквера Менделеев сейчас тебе представляется? Нужны деревянные стойки, которые забетонированы, которые будут поддерживать крышу с зелеными насаждениями, с низкорослыми. Там будет три контейнера, которые сейчас не открываются, не закрываются. Именно деревянные? То есть, вы хоть такой эко-стильный? А внутри пластик, железо, честно, не принципиально, но пусть они будут туда складывать небольшой мешок можно, то есть, не крупногабаритный. И два нужного контейнера для раздельного сбора, чтобы они были прозрачными. Потому что, если те же бутылки пластиковые туда выкинули, и молоко, допустим, не совсем, оно пусть вылится, и это все проветрится. Потому что сейчас в закрытом, там непонятно, что туда набросали. Непонятно запах. Поэтому, если они будут сетчатые, прозрачные, то будет видно и будет проветриваемо. То есть, три для общего мусора, два на раздельный. И решеточки для вьющихся растений, чтобы они это делали. Как красиво. Вы так красиво представился. Так, хорошо. Теперь управляющая компания. Идеальный вариант, который вы себе представляете. Продвиньтесь хотя бы на несколько лет вперед. Если мы соберем все деньги с Юриков, если люди будут платить свои деньги, если муниципалитет бюрократические барьеры снимет и примет решение, что все, мы делаем вот такие контейнеры, деньги собираем со всех, потому что все обязаны платить и контролируем. Светлана подсказывает. Это тоже, как бы, помечтайте хотя бы. Да, да. На самом деле, бот, мне вот такие понравились контейнеры. Это Китай. Это Китай. Это Китай. То есть, мы видим площадку чуть выше земли. Это значит, что углубленные в землю там контейнеры. А почему это похоже на могилки? И несколько крышечек. Ну, можешь сделать кругленькие крышечки. Можешь сделать и видеть цветочков. То есть, видимо, они функциональны. Ногой нажимают, туда бросают мусор, замечательно. Главное, чтобы он сам туда... Это не опасно. Хорошо, это может на ключ запираться. Они небольшого объема должны быть. То есть, когда машина подъезжает, там она выгребает по большому. Понятно, но я бы ребенка, наверное, не послал. Вот, а чтобы, то это не большая. Тогда вот следующий вариант у Светланы. Есть то же самое, заглубленные под землю. Это тоже, кстати, на замочек. А вот такие футуристические яйца мне очень нравятся. Вот это красиво, да. Это же городская среда. Городская среда. Я бы там пожил, да. Но это на красной линии. Нам Сах сказал, что в городе нам на красной линии не дадут такое сделать. Тут тоже выезжающие платформы. Что выбираем? Да, вот это то же самое, что в Китае, только более цивилизмно. Это все варианты с подземным хранилием мусора. Подземным нам хорошо, потому что крысы и все остальные. У меня есть простой вопрос. А нельзя не повышать? Почему мы повышаем? Какие вообще обоснованные экономические вопросы? Опять, не туда Руслан увел. Какую площадку? У нас остается полминуты до завершения. Какая идеальная площадка, какую вы видите? Честно говоря, та, еще раз говорю, площадка, которая есть в сегодняшнем нашем дворе. Я всех приглашаю. Она нас в целом устраивает. Но мы бы хотели, чтобы там была крыша какая-то красивая. Ну и, может быть, немножко действительно облагородить. Мне очень понравилось, когда Миша сказал, мы поможем вам там высадить вьющийся виноград. Да, да. Вот виноград. Так, управляющий компания. Я был бы за. Управляющий компания. В принципе, да, действительно, с крышами площадки очень неплохие. Думаю, что будет меньше мусора сдувать. Профнастил или рабица с озеленением? Думаю, что профнастил лучше. Понятно. Запирающиеся? На эксперименты готовы идти? Нет, на эксперименты мы, конечно же, пойдем. Вот первый уже будет у вас. Да, и после этого сделаем вывод, все-таки лучше запирающиеся или нет. И мы тоже пойдем, но при условии, если одобрит большее количество жильцов. У нас все-таки принцип демократического централизма. То есть вы это обсудите? Мы это, наверное, обсудим и даже попытаемся проэкспериментировать. Лично мне, вам скажу честно, потому что я, в общем-то, европеоид, несмотря, так сказать, на фамилию. Для меня не составит труда остановиться, сделать вот этой клипсой, открыть и положить. Посмотрим, что будет дальше. Использоваться ключом для того, чтобы открыть... Это говорю я лично о себе, да? Спасибо. Все, что сегодня было сказано в программе «Урбан». Все предложения, которые последовали от наших гостей. Мы напечатаем в ближайшем выпуске газеты «Источник новостей». Это будет опубликовано на наших сайтах. И мы обязательно это используем в разговорах с муниципальными служащими. Может, даже налоговые инспекции. И, чем черт не шутит, процесс сдвинется. И когда мы начнем, а мы начнем платить больше за мусор, то первое, что мы увидим в своих дворах, когда выйдем в 2019 году во двор, это изменившиеся контейнерные площадки по сбору мусора. Спасибо всем. Свет, последнее слово всем, хотя бы от всех нас. И нас же слушают слушатели. Это хорошо, что кто-то решает их проблемы. Но, пожалуйста, поддержите нас хотя бы одним, когда мы придем к этому этапу и к этой замечательной жизни. Максимально прекратите мусорить в своем родном доме, в своем родном дворе, в своем родном городе. Это одно обращение. Урбан завершен. Урбан. Программа о городских проектах.